свят великий наш бог аминь сегодня тема которой я бы хотел бы поделиться это три шага или три ступени которые мы можем применить для того чтобы пускать глубже корни во христе я хочу начать с того чтобы прочитать божье слово второе послание петра 3 глава 18 стих но возрастайте благодать и познание господа нашего и спасителя иисуса христа ему слава и ныне и в день вечный амин нас бог всех сегодня обильно благословляет у нас есть крыша над головой наши холодильники они полные еды наша вода она безопасна чистая вода мы можем ее пить наши шкафы они полные одежды сегодня мы приехали сегодня церкви на машинах у нас есть работа мы свободно проходим церкву нас никого не преследует и наше поколение только слышать об этом когда наши любимые дедушки и бабушки делится этим через что они проходили какие трудности было в их жизни и за то что они оставались верны христу и кажется что в такое время может помешать нам чтобы мы более глубокие корни пускали в христе вроде бы все есть вроде бы изобилие никого не разгоняет все есть благословенное время такое вот что может нам помешать но на прошлой неделе пастор николай захарович сказал что когда все хорошо это самое опасное время для церкви я считаю что это правда потому что когда все хорошо люди чувствуют себя более расслабленные Они привыкают к тому благословению, что Бог им дает, их жизни. Им становится легче иногда пропускать церкву, пропускать ежедневную молитву, пропускать время для чтения Божьего Слова. И заменяет это вещами, которые не приносят никакую пользу человеку, не приносят никакой духовный рост человеку. Скорее, оно останавливает нас рост и оно истощает нашу духовную силу. Поскольку Бог дал нам дыхание, Он благословил нас сегодня, мы призваны расти в нашей вере. Но как выглядит духовный рост или как мы знаем, что мы растем духовно? Через Божье Слово мы видим множество примеров духовного роста. Я хотел бы перечислить это. И первый пример духовного роста – это ученик Христа Петр. На протяжении всего Евангелия мы видим духовный рост Петра и его превращение из рыбака, призванного Иисусом Христом стать учеником, а затем лидером ранней церкви. Вера Петра, она росла, когда он был свидетелем всех учений Иисуса. Он видел чудеса Иисуса, он видел смерть и вознесение, и воскресение Иисуса. И продолжая учиться у Иисуса, Петр рос, он духовно в своем понимании спасения, ученичества и служения, и стал смелым даже, смелым проповедником Евангелия, даже несмотря на гонения в то время. Продолжая учиться у Иисуса, он рос духовно. И дальше мы видим еще один пример – это пути духовного роста апостола Павла. В деяниях и его посланиях духовный рост Павла очевиден, когда он превращается из гонителя в церкви, защитника веры и миссионером среди язычников, народа, который окружал его. Встреча Павла с Христом по дороге Дамаск изменила его полностью. Оно изменило его жизнь. Оно заставило его отвернуться от своих прежних убеждений. Оно заставило отвернуться от его прошлых традиций и принять Иисуса как Господа и Спасителя. Рост благодати и познаний Павла, оно потом отражается в всех его писаниях, где он так много нам пишет о оправдании, освящении и искуплении. И когда он призывает нас жить достойно своего призвания. Такие изменения в сердце человека только может произвести Христос. И Еремея, 24 глава, 7 стих, говорит нам такие слова. «И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». В мире, где Христа отвергают, где вокруг нас царит давление искушения и мирских влияний, духовный рост, он становится еще более важным для того, чтобы каждый из нас рос духовно. Потому что если мы хотим противостоять этих влияний, если мы хотим противостоять твердо на Христе, мы должны расти в Нем. Будучи последователем и Христа, нам важно углублять свои корни в Нем, черпать силу от Христа и развивать более близкие отношения со Христом. Нет более важных отношений для человека, чем иметь отношения со Христом. Мы можем знать самых влиятельных людей мира, быть близких отношений с этим человеком, но если мы не знаем Христа, то какого из этого смысла? Священное Писание говорит нам, «Ибо какая польза человеку, если он преобратит весь мир, а душе своей повредит?» Христос, Он нам доказал свое желание иметь с нами отношения, когда Он был на кресте. Он пришел с небес в разрушенный мир, принес исцеление, надежду, обновление всему человечеству, каждому из нас. И вот начало любого духовного роста, оно всегда начинается с Христа. Он создал вселенную, Он создал нас, Он дал нам жизнь, дал нам дыхание, и мы пришли сюда только потому, что Господь, Он дал нам силы, дал нам здоровье, и таким образом Господь, Он дает нам и духовный рост. Мы есть как эта веточка, которая на этой лозе, и мы пытаемся этим соком, который дает нам жизнь, и Христос, Он дает нам эти витамины, чтобы мы росли, чтобы мы приносили плод, чтобы мы зеленели, чтобы из нас была какая-то польза, чтобы мы жили жизнью, которая учит нас Священное Писание. Слово Божие говорит нам Колоссянам, 2 глава, 6 по 7 стих, «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренны и утверждены в Нем, и укреплены вере, как вы научены, преуспывая в Ней с благодарением». Сегодня я хочу поделиться с вами этими трьма шагами, которые мы можем принять для того, чтобы наши корни пустить глубже. И первый шаг – это укоренение через покаяние и исповедание. Покаяние и исповедь – это пути к восстановлению и обновлению человека. Мы живем в мире, который разрушен, в мире, который поломан, и наши сердца, они иногда склонны делать то, что нельзя. Они иногда нарушают ту духовную заповедь, которую Господь дает нам. Но через покаяние и исповедь мы можем испытать ту благодать и то благословение, получать прощение ведь нашего любящего Бога. В Библии есть много примеров покаяния и исповедания. И одни из этого примера есть пример истории блудного сына, который записан в Луке 15 главе. Младший сын, он взял все свое наследство и он потратил его на греховный образ жизни. И когда он был в самом худшем состоянии и пишет Слово Божие, что он пришел в себя, он осознал свои ошибки. И он подумал себе, вернусь я домой к отцу моему, может, я хоть останусь рабом у дома отца моего. И отправился он обратно в путь свой к дому отца. И он исповедовал свой грех. Он сказал, я согрешил против неба и против тебя. И отец встретил его открытыми руками, объятиями и отпраздновал его возвращение домой. Братья и сестры, объятия Иисуса Христа открыты для каждого из нас сегодня. Его руки были широко раскрыты на кресте для каждого из нас. И это было для тебя и меня. Если мы находимся в таком положении, как этот блудный сын, где-то поступили неправильно, где-то нарушили Божий закон, где-то сварились или с кем-то поступили неправильно. Это блаженное состояние, когда ты приходишь в себя, как этот блудный сын, и ты возвращаешься домой. Мы люди и иногда мы делаем неправильный выбор, но мы никогда не должны забывать бежать назад к Христу, когда мы спотыкаемся или когда мы делаем что-то неправильно. Прекрасная истина заключается в том, что Божье прощение, оно доступно нам, независимо от того, сколько раз мы спотыкаемся или сколько раз мы падаем, или сколько раз мы делаем что-то неправильно. Иногда дьявол, он пытается обмануть человека, что ты недостоин прощения. Бог, он не хочет иметь с тобой общения. Вот, Христа недостаточно, но это неправда. Божья любовь и прощение, они глубоки, они безмерны. Божья любовь, она велика. И я не знаю, есть ли такая мера, чтобы позволила нам узнать, насколько велика Божья любовь и насколько глубока она. Кажется, насражу он не может этого понять. Почему и насколько сильно Бог любит нас. Но это не означает, что мы можем жить жизнью, которую мы хочем ужить. Это не означает, что мы можем угрешить, сколько нам надо, и потом прибегать к Богу. Бог нас просил и дальше продолжать жить той же самой жизнью. Мы должны иметь такое изменение, как имел апостол Павло по дороге до Маск. Когда он встретил Христа, он полностью изменился. Изменились его традиции, его мышление, то, что его напрямок, его жизни, все изменилось. Писание говорит, первое послание Иоанна, 4 глава, 9 по 10 стих. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умолосновление за грехи наши. Господь Бог, Он показал нам Свою великую любовь через жертву Иисуса Христа на Христе, когда Он послал Сына Своего на эту землю к нам. Послание Галатам, послание Крымлянам опять напоминает нам это и говорит, но Бог свою любовь к нам доказывает в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Страдание Христа на Христе является глубоким проявлением Божьей любви к нам. Иисус, Он взял на Себя наши грехи, и Он понес те страдания, которые мы должны были внести. Ему было больно не только от побоев, но и от тяжести наших грехов, которые Он нес на Себя. Над Ним смеялись, ему плевали в лицо. И я верю, что в любой момент Он мог бы позвать одним словом армию ангелов, это же Сын Божий, чтобы стереть земли и всего человечества. Но вместо этого Он взял этот верновый, взял этот терновый венец и возложили это ему на голову. Он этого допустил. Насколько сильно Он нас любил, любит. Боль, которую Христос, Он принес, это свидетельствует нам о глубине Его любви. И мы никогда не должны этого забывать. Пророк Исаия в 53 главе 5 стихе говорит нам об этом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем. И рано мы Его, мы исцелились. Мы получаем исцеление через раны Иисуса Христа, через ту святую, живую кровь, которую Иисус пролил за каждого из нас, человек, который живет в этом поломанном мире. Мире, где так много разврата и может получить исцеление через Иисуса Христа. Тихо через кровь Иисуса Христа можно получить эту драгоценную бальзам, яку мы можем принять и исцелиться от ран этого мира, от раны греха. Этот стих напоминает нам, что через страдания Иисуса Христа мы находим прощение, мир, обновление, исцеление. Пусть любовь Божия, которую Богу Он продемонстрировал нам, побудет нас жить жизнью постоянного покаяния, постоянного исповедания, чтобы мы могли пустить более глубокие корни наших отношений со Христом и мали открытое сердце перед Богом. Второй шаг, который я хотел бы поделиться, это укорениться в изучении Библии, пребывать в Слове Божьем, читать Божье Слово. И это очень много раз напоминается, но это очень важно, и мы должны это делать ежедневно. Божье Слово, оно является основой нашей веры. И изучая Библию, мы получаем знания и понимания воли Божьей в нашей жизни. Однажды один проповедник Арсис Прос сказал, что ни одна книга не оказала большего влияния на мир и на человека, чем Библия. Итак, если мы хотим начать, чтобы наши корни, они глубже доставали, глубже прорезались через почву, глубже укоренились во Христе, мы должны начать с того, что мы прислушиваемся к тому, что Господь нам говорит через Его Слово, которое направляет нас и открывает нам свою истину. Апостол Павел написал нам второе послание Тимофею, 3 глава, 16 по 17 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности, да будет совершен Божий человек всякому доброму делу приготовлен. Поэтому, братья и сестры, нам следует уделять время для изучения Слова Божьего, размышлять над Его словами и применяя это Слово нашей жизни, ведь это Слово, которое дает нам жизнь. Это Слово, которое подказывает нам, это инструкция для жизни, которую Бог дал нам. Часто мы можем попасть в ловушку просто читать Слово Божие, но очень важно, чтобы Слово Божие, которое мы читаем, мы исполняли своей жизни. Представьте, что вы хотите пыть, и кто-то подает вам стакан воды, вы благодарны тому человеку за ту воду, которую он вам дал, но оно не утолит вашу жажду, если вы не будете активно эту воду пить. Точно так же Слово Божие недостаточно просто услышать или прочитать, но только когда мы будем активно применять Слово Божие, нашей жизни, мы можем ощутить эту силу преобразующую, которая исходит из Слова Божия нашей жизни. Читая Библию и применяя ее в нашу жизнь, мы можем обрести мудрость, мы можем обрести направление понимания Божьего характера, мы можем укрепить себя и наши основания и углубить наше понимание Евангелия для того, чтобы поступать правильно в этом мире, для того, чтобы знать, как правильно сказать, как правильно поступить, что мне можно делать, как научить наших детей, как научить себя в первую очередь, как жить жизнью, которая Слово Божие нам говорит. Однажды Иисус рассказал историю о двух строителе. Один строитель, он построил свой дом на каменном фундаменте, а другой строитель, он построил свой дом на песке. И когда пришла буря на их дома, тот дом, который был построен на камне, он простоял, а тот дом, который был построен на песке, он упал и разрушился. Братья и сестры, если мы не будем вникать в Слово Божие и применять ее в свою жизнь, а бури будут приходить в нашу жизнь, каждого приходят бури, какое-то время, может быть, сегодня у кого-то есть буря своей жизни, но как важно, чтобы наш дом, он был построен на камне Иисусе Христе, чтобы мы могли противостоять этой буре. Строить свою жизнь на камне, это означает не только слушать Божье Слово, это означает, чтобы мы принимали Слово Божие и жили по Нему, чтобы мы практиковали Слово Божие. Имея прочное основание во Христе, оно поможет нам противостоять любви бури, которые будут приходить в нашей жизни, силой и верой, которые исходят не от нашей плоти, но от Христа. И последняя моя мысль, последний шаг, который я хотел бы поделиться, это укорониться в молитве. За молитву очень много говорится нам сегодня, мы всегда слышим о молитве, но как-то очень часто мы пренебрегаем этим. Молитва это наше общение с Богом, и оно должно всегда быть. И через молитву мы развиваем более глубокие отношения с Ним. Когда мы молимся, мы открываем свое сердце Богу, и мы приглашаем Бога делать свою работу в наших сердцах. Молитва, она дает нам силу противостоять этой буре жизни. И в Евангелии от Матвея, 6 глава, 6 стих, Иисус сказал нам, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст себе явно». Однажды я прочитал одну такую мысль о молитве. Молитва это наша возможность общаться с тем, кто нас создал, тем, кто нас искупил, и с тем, кто нас поддерживает, с тем, кто заботится о нас. Мы читаем Священное Писание много примеров по силе молитвы. И один из этих примеров это был Даниил, когда он был брошен ров с львами за то, что он поклонялся Богу, и он молился. Даниил, он тогда оставался верным Богу, и он продолжал молиться и прославлять Бога. И Бог, он защитил Даниила, и он освободил его из львиного рва. В книге Диана, Диане, ранее церковь, она горячо молилась за освобождение Петра из тюрьмы. И мы видим результат из этого. Бог, он ответил на их молитву, и он послал ангелов, ангела, который чудесным образом освободил Петра. Илья, он молился о дожде после долгой засухи. Его настойчивая молитва привела к дождю. Вот сила, братья и сестры, от молитвы. И эта молитва, Илья, она положила конец засухи. Иисус, будучи на земле, молился. Как вы думаете, как часто мы должны молиться, если Сын Божий, Он пребывал здесь на земле, и Он находил это время, чтобы удаляться для молитвы, для того, чтобы иметь общение с Небесным Отцом. Как часто мы должны молиться. Этот пример Христа, оно служит нам важным напоминанием о том, что молитва, она должна быть приоритетом нашей жизни. Мы должны находить время для молитвы. Выделение времени для молитвы имеет решающее значение, пустим ли мы корни, или не пустим, будем ли мы возрастать духовно, или не будем. Точно так же растение без глубоких корней, оно не может расти и процветать, так и наша духовная жизнь, она страдает, когда мы пренебрегаем молитвы, когда мы не находим времени для молитвы, когда мы обмениваем молитву на что-то другое нашей жизни. написано первое послание фасалоникийцам 5 глава 17 по 18 стих «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Братья и сестры, давайте мы сделаем молитву регулярной частью нашей жизни. И вот этим словом, которым я поделился, первые шаги это покаяние и исповедание, второе изучение пребывания, читать Слово Божие, вникать в Слово Божие, жить по Слову Божие, молитва третий шаг, пребывать в молитве, находить времени для молитвы, да благословить вас всех Бог обильно, для того, чтобы мы жили жизнью, которая приносит плода для Господа, чтобы мы были, как это дерево, посажено при потоках, которым пишет псалмист в первом псалме. Давайте мы склонимся для молитвы и помолимся нашему небесному Отцу.